Неотъемлемой частью проведения международных игр «Дети Азии» является эстафета огня, которая стартует на территории природного парка «Ленские столбы» в Якутии. В этом году огонь спортивных игр торжественно шествует по Приморью. Преодолев тысячи километров пути, побывав на территориях 27 муниципалитетов, 21 июля эстафета прибыла в Хасанский район. Торжественная встреча хранителей огня состоялась возле стелы славянки. Воспитанники казачьего клуба «Держава» приветствовали гостей по русскому обычаю – с караваем. Ну а лампу с огнем здесь же передали в надежные руки главы района Ивана Степанова. Старт эстафеты огня в Хасанском районе был дан 22 июля на берегу озера Лотосов. И уже отсюда символический огонь «Игр. Дети Азии» отправился по центральным улицам Славянки. Честь пронести огонь выпала заслуженным людям Хасанского района, общественным деятелям, спортсменам и работникам культуры, внесшим значительный личный вклад в популяризацию физкультуры и спорта. Первыми факелоносцами стали чемпион Приморского края Покудо Максим Грищенко, руководитель клуба «Держава» Валентин Тришин, основатель спортивного клуба «Армата» Юрий Мухин, Дарья Белявцева, представитель дирекции «Игр. Дети Азии» и член Русского географического общества Анатолий Штанько. Далее эстафету приняли молодые спортсменки, кандидаты в мастера спорта по настольному теннису Полина Капицына и Анна Кузьменко. Это значимое событие для меня. Так как я буду участвовать на «Детях Азии», это как тренировочка. Я рада поучаствовать в таком масштабном событии. Затем факел огня принял еще один молодой спортсмен, подающий большие надежды в самбо – Богдан Акишов. Как отметил спортсмен, принять участие в эстафете для него очень почетно. Правда, согласился не сразу, ведь это большая ответственность. Изначально задумался. Как-то неловко как-то. Страх факел, что в руках несу. Потом в эстафету вступили директор районного культурно-досугового объединения Виктор Копейкин и депутат Государственной Думы Александр Щербаков. Как отметил Александр Владимирович, такие мероприятия очень важны. Эстафета огня и сами международные игры – это отличный способ популяризации спорта в каждом муниципалитете Приморья. Замечательное событие. Рады сегодняшнему событию. Сегодня Приморский край и Хасанский район у нас стали участниками этого замечательного события мирового масштаба. Я рад, что в этом событии принимает весь Приморский край. И это уникальная возможность для Приморского края сделать его еще более красочнее, лучше и комфортнее для его жителей и для гостей нашего края. Глава района Иван Степанов преодолел завершающий этап эстафеты и внес факел на центральную площадь Славянки, где состоялся самый торжественный момент всего мероприятия – церемония зажжения чаши огня седьмых международных спортивных игр «Дети Азии». Ура, друзья! Огонь зажжен! Я бы, наверное, просто бы человеку сказал, что супер, праздник удался. Сегодня такое событие – это мы празднуем начало международных игр «Дети Азии», которые будут проходить в Приморском крае. Наш Хасанский район в том числе попал в эти участники. Ну, я рад за себя, что частичку этого огня нес и передал его от всего сердца для жителей всего Хасанского района. Я думаю, что всем все понравилось. Всех с праздником! Эстафета огня стала ярким событием в спортивной и общественной жизни Хасанского района. Посмотреть на уникальное мероприятие пришли сотни жителей. Завершил этот праздник спорта концерт творческих коллективов районного дома культуры и Центра детского творчества «Вдохновение». Показательные выступления подготовили также юные спортсмены детского спортивного центра. Следующий этап эстафеты пройдет в Уссурийске. Ну а сами игры «Дети Азии» стартуют во Владивостоке 28 июля. Ожидается, что в них примут участие около двух тысяч участников. Организаторы планируют разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Олег Кудинов. Новости Славянки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова